Всем привет! Десятая эмиссия Solid Hunter 2. Сквозь строй. 20 июня 1941 года. Командир, для перехода к действиям в Средиземном море ваши лодки необходимо пройти через Гибралтарский пролив, постоянно патрулируемый британскими боевыми кораблями и самолетами. Боевые действия в Средиземном море привели к тяжелым потерям итальянского подводного флота. Но Верховное командование считает, что наши подлодки могут сыграть решающую роль в американской кампании. Я уверен, что вы сможете прорваться сквозь вражеский строй, а попав в Средиземном море, сполна отплатите британцам за гостеприимство. Главная задача пройти через Гибралтар в Средиземное море. Второстепенная задача потопить корабли противник общим эдоземещением 5000 тонн. Удачи, командир. Вперед. Прокладываем маршрут вдоль африканского побережья. Слышу винты на больших оборотах. Волны вперед. Потому что вдоль этого побережья глубоко, в отличие от европейского побережья. Попробуем проскочить, но скорее всего не получится, как всегда. Волны вперед. Время не ускоряется, рядом противник Поэтому просто ждем Сложная миссия, пока что Самая сложная из всех, я замучился уже Я в нее играю уже, четвертый день Один раз я преодолел этот пролив Таким-то образом Доплыл вот до этого синего квадрата Задание на операцию Но там меня разбомбили бомбардировщики Там очень много самолетов летает Нет корабля, но зато самолетов навалом Короче Тростепенную задачу я так и не смог выполнить Идем вдоль побережья Я уже вижу берег Не врезаться бы в него, кстати, это вполне реально Не знаю, посмотрим Я покорректировать маршрут не буду Надеяться, что лодка сама это сделает По моему точку, как надо Хорошо, лодка скорректировала маршрут Стопновение с берегом нам не грозит Слышу винты на больших оборотах Слышу винты на больших оборотах Слышу винты на больших оборотах Опять опасные близости берег Слышу винты на больших оборотах Мы идем четко Вдоль берега И, кстати, смотрите Мы идем довольно удачно Все патрулирующие корабли Они где-то на севере остались Слышу винты на больших оборотах Хотя они могут нас сейчас заметить Проходим контрольную точку И скорректировать свой маршрут Похоже, что меня таки заметили Сколько там дистанция? 7,6,5 миль Километров вернее Это очень плохо Очень плохо Ну, в принципе, он пока не меняет маршрут С моих сторон То есть, может быть, он меня пока еще не заметил Я не знаю Пытаемся удрать И вроде бы получается Он нас не заметил Ушли Скорость целых 15 вулф у нас Раскочили Проходим контрольную точку Что, похоже, что в этот раз у меня получится Такие Преодолеть этот пролив Без единого столкновения Без единого столкновения, боестокновения с противником Да, похоже, что получается Идем в опасной близости от берега Все получается просто как по маслу у нас в этот раз Просто как по маслу Обнаружен надводный корабль Но этот надводный корабль, опять же, нас пока не заметил Если он резко сменит курс В нашу сторону Значит, заметил Пока все нормально Проскочили Пролив И вот в этом вот В квадрате Очень активно действует авиация Поэтому нужно быть готовым И Наверное, надо будет погрузиться Нам на какую-то определенную глубину Тяжесть по 50 метров Можно даже 250 А просто не знаю, какая здесь глубина Пока же, сколько я в эту игру играл Глубже 150 У меня погружаться не получалось Летал на мель Проходим в последнюю контрольную точку Все, суша осталась позади Мы благополучно, просто идеально проскочили этот пролив Слышу винты на больших оборотах А теперь можно попасть Под раздачу самолета Очень бы не хотелось Нужно быть готовым Погрузиться На определенную глубину Естественно, упадет скорость Из-за этого Мне хочется пройти миссию побыстрее Но в этой миссии Спешишь, поспешишь Людейно спешишь Это уже проверено Знаете, в чем прикол У меня записи летсплеев Для ютуба В том, что каждую игру приходится проходить два раза То есть я, прежде чем делать летсплей на какую-то миссию Я сперва ее прохожу Без записи, видимо Чтобы делать летсплей Играть уже ориентируясь Чтобы не тупить Не переигрывать по сто раз и так далее Поэтому каждую Каждую игру И в итоге я прохожу по два раза По-прежнему я не могу ускорить время Значит, поблизости где-то противник Ждем Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кстати, ночью, как я понял, самолеты не летают Потому что в прошлый раз Меня замучили самолеты Они, видимо, летают только днем Теперь опять направляемся к этому проливу Гибралтар И теперь нам надо потопить пять боевых кораблей Это самое сложное Потому что корабли, зараза, по одному не плавают А выстрелив под торпедой по одному Второму уже навряд ли получит И он закидает меня бомбами Обычно происходит так Но, еще раз говорю Основную миссию я уже выполнил Патрулировать квадрат CG-96 Если дела будут плохи То я, пожалуй, все-таки покину поле боя Наверное Если, например, лодки нанесут какие-то серьезные повреждения Сделаю ноги и закончу миссию Не выполняя второстепенное задание Потому что, ну, сколько можно переигрывать Ради второстепенного задания Я, честно, пройду миссию в любом случае Попробую потопить пять боевых кораблей все-таки Вот этот вот кораблик Он, по-моему, направляется в мою сторону Давайте попробуем Выйти ему вот так вот навстречу Нет, он развернулся, собака Он развернулся Не решил искать здоровья Нет, мне все равно надо подкорректировать курс Чтобы идти ровно по центру, наверное Вот так вот по центру этого пролива На середину выходить Слышу винты на больших оборотах Кошмар, сколько там кораблей Жизнь Кажется, не получается у меня обнаружить Поднять перископ Поднять перископ Поднять перископ Визуально обнаружить мне пока не удается Гидроакустический шум выдает положение Нам надо двигаться вот туда Давайте попробуем Слышу винты на больших оборотах Напрягает, что там мелководье И грузиться на большую глубину Уйти будет проблематично Опа, как резко он выскочил У меня перед носом Так, визуальный контакт Ложимся на новый курс Ложимся ему навстречу На новом курсе Слышу винты на больших оборотах Ложимся на новый курс На новом курсе Так, по мне начали работать Погружение на перископную глубину По мне работают из палубных орудий Погружаемся на перископную Капитан лейтенант Лодка получила повреждения Дизели остановлены Так Опустить перископ Перископ Вытаскиваем Чуть-чуть Чтобы он сильно не торчал Потому что мы будем подныривать Под этот корабль Лодка на ровном киле И как будет 400 метров Я выпущу торзету Поднять перископ Уйду на глубину Кстати, глубина здесь приличная Это радует Уйду на глубину И В сторону Так, вот 450 Как будет 400 Пуст торпеды Пошла Погружение и в сторону Ну что, попадем? По идее должны Опа-на Не понял Это что было? Как она могла пройти ниже Когда у нее глубина всего один метр? Глубинная бомба в воде Торпеда готова Глубинная бомба в воде Погружение на перископную глубину Капитан лейтенант Лодка получила повреждения Ну повреждения совсем несерьезные Мы сейчас должны вынырнуть Быстро развернуться Попробуйте Атаковать Повторно Так вот Слышу винты на больших оборотах Вот мы развернулись Мы еще не всплыли Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Прямо руль Прямо руль Так, где этот корабль? Всплывать будем? Нет, я не понял Так, всплыли Нулевой дифферент на новой глубине Вот мы опять идем Навстречу друг другу Ложимся на новый курс Опять мы идем навстречу Сейчас будет вторая лобовая атака На новом курсе Только он, зараза, уходит от меня Ложимся на новый курс На новом курсе Он не хочет идти в лобовую Может он бомбы все израсходовал Я не знаю Право на борт Право на борт Собака, его еще хер поразишь Сейчас я ему тогда в жопу пристроюсь Так, вот интересно попаду Я надеюсь, стокновения не будет Ну вот куда торпеда пошла Я не понял Что это было? Почему она идет вообще, хер знает Слишком близкая дистанция, видимо Друзья, как я понял У него нет Огружение на перископную глубину Корпеда готова Браво на борт Я так понял У него нету Глубинных бомб Он их потратил Потому что иначе как объяснить Нулевой дифферент на новой глубине Прямо руль Что он настолько пассивен Ложимся на новый курс Мне надо его потопить Слышу винты на больших оборотах На новом курсе Мне нужно его достать Каким-то образом Будем вот так В кошки-мышки играть Получается Слышу винты на больших оборотах Первый перезаряжен Нет, не хочет он Не хочет со мной драться Видимо отстрелялся уже бомбами И у него закончился боезапас Две торпеды Торпеды ушли в молоко Ну давайте тогда Нет, давайте все-таки попробуем его догнать Лодка цела Торпеды есть Я не понял почему торпеда прошла под ним Когда глубина у нее была выставлена 1 метр То есть на такой глубине она Второй перезаряжен Не могла пройти ниже Что это было вообще И еще что я заметил Что стрелять ближе чем на 400 метров нельзя То есть торпеда не поражает Или она либо вообще стреляет непонятно куда Либо проходит сквозь корабль Я не знаю почему так сделано Но это так То есть ближе чем 400 метров Как я понял стрелять Стрелять не нужно Так плывем тогда к следующему К следующему кораблю Вот Всплываем Срочное погружение Да блин не погружение А спуск Всплывать Проходим кезотермический слой Всплывать Идем на дизельном ходу Двигатели перегреваются Лодка на ровном киле Лодка на ровном киле Идем в надводном положении Сейчас поищем удачи В другом берегу Лево на борт Ой, ой, ой Право на борт Визуальный контакт Так, визуальный контакт Прямо ровен Попробуем вот с этим вот подраться Идем на перехват Так, вот он меня тоже обнаружил Ужжаемся на перископную глубину Ужжаемся на перископную Он сейчас начнет работать По нам из палубных орудий Ложимся на новый курс На новом курсе Дизели остановлены Лодка на ровном киле Опять пробуем лобовую атаку Так, глубина вроде нормальная Чисто внешне Что за корабль-то? Британский патруль Что за патруль, хрен знает 400 метров Пуск торпеды На глубину и стороны Все как обычно Торпеда пошла Попускаем перископ Чтоб, не дай бог, его нам не срезали Опять мимо прошла Ну что вот это такое Здесь какая-то Торпеда готова Клубинная бомба в воде Покружение на перископную глубину Клубинная бомба в воде Капитан, лейтенант Лодка получила повреждение Прямо руль Прямо руль Что за повреждение? Не, на повреждение корпуса Чуть-чуть То есть, короче Вообще ничего не получило Никаких повреждений Всплываем Взворачиваемся Право на борт Пробуем сделать второй заход Прямо руль Лодка на ровном киле Поднять перископ Опустить перископ Так, где он там? Я его не вижу Вот он Идет к нам навстречу Соглашаемся на эту встречу Естественно Ложимся на новый курс Разворачиваемся Где он там? Э Плыви к нам Право на борт Что у нас собака? Прямо руль Так, вот сейчас я тогда пущу торпеду по нему Черт Я не знаю, попадет ли она Ну-ка В принципе, она идет на перехват вроде как Ну-ка, если он сейчас не сманеврирует Он будет уничтожен Торпеда готова Что он не сманеврирует? Ах Сукин сын Браво на борт Я так понял, у него тоже закончился боезапас Прямо руль И он просто уходит от нас Он просто уходит Сукин сын Я уже сколько торпед потратил И никого не могу поразить Ну, по крайней мере, я Честно стараюсь выполнить Второстепенную задачу Честно стараюсь Третий перезаряжен Слышу винты на больших оборотах Давайте тогда опять в этот Так, вот еще один желающий Подраться Левый на борт Так, так, так Левый на борт Какой левый на борт? Ложимся на новый курс На новом курсе Так, он тоже не горит С желанием с нами драться Как я понял Потому что Не идет навстречу Что это за корабль? Не знаю, что за корабль Сейчас тоже доведем до 500 метров Я выпущу торпеду Право, набор Нет, конечно Позиция для выстрела не акти До 400 метров я доведу Он маневрирует Попробуй тут попади Он даже не хочет со мной драться Он просто маневрирует Вот как я Как я должен Догнать я его точно не смогу Он уходит Драться не хочет Тогда давайте Вот в этот вот Вот в эту гавань нырнем Попробуем Может быть там Какая-то стоянка кораблей Которые стоят Просто на приколе Допустим И мы сможем Безнаказанно Их всех уничтожить Раз эти не хотят Драться Четвертый перезаряжен Хотя навряд ли Они стоят на приколе Раз они издают Гидроакустический шум Значит они там плавают Так меня облучают Я слышу Что это за звуки Я не знаю что это за звуки Вот эти бум 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 Но я знаю что они появляются Когда Рядом противник Гражеские корабли Зрительно я пока Никого не наблюдаю Визуальный контакт Так вот какой-то Плавает суденышка Британский сменец Давайте попробуем Подраться с ним Лево на борт Визуальный контакт Прямо руль Вот этот ближе Давайте на него Вы на мелководье Так тихо тихо Время Время Ставим В нормальную позицию 2.8 Давайте он вроде плывет прямо Давайте торпеду Раз Два Три Торпеда пошла При определенной Доле везения Попадет Хотя сомневаюсь Если честно Так глушим двигатель Давайте просто Проконтролируем Полет торпеды Ну-ка Ну-ка Есть Отлично Один британский Сминец я вынес Кстати с такой Дистанции Почти 3 километра Я очень редко Стреляю И мне просто повезло Ну почему Мне не повезло Просто он не менял Траекторию маршрута Потому я и попал Так Где-то там второй должен быть Полный вперед Заводим двигатели Продолжаем движение Вот второй эсминец Давайте попробуем Его настигнуть Я так понял Он нас не видит Норпеда готова Прямо руль Куда он поплыл Сразу куда-то пытается Уйти Потерял я его Так Так ладно Разворачиваемся Тогда дуем Вот туда Потому что Оттуда идет Много шума Первый перезаряжен Все торпедные аппараты Готовы к стрельбе Мы на мелководье Кого-то это плохо Значит унырнуть Практически мы не можем Зрительно тоже пока Ничего не наблюдаем Так где-то правее Можно попробовать Кого-то обнаружить Какой-то город Обнаружен надводный корабль Так вот Обнаружили надводный корабль Британский легкий крейсер Отлично Вот если я сейчас затоплю Этот крейсер Вот он И он по-моему стоит Он вообще неподвижен Мы глушим двигатель Берем его на мушку Он я так понял Вообще Вообще никуда не двигается Мы сейчас по нему Сразу две торпеды Раз Так ждем пока нацелится Счетно решающее устройство И вторая торпеда Две торпеды пошли В принципе возможно что Их будет достаточно Я так понял он не двигается Попадем Уничтожим Там даже не одно судно Я гляжу Кстати на Отлично Сейчас будет попадание И сразу же уничтожено Зря я вторую торпеду применил Подождите А я что в эсминец попал? Ааа Я стрелял то Я стрелял по крейсеру А попал в эсминец Сколько у нас Общее водоизмещение Уничтоженных кораблей 3000 тонн То есть в принципе Если я сейчас уничтожу Этот Этот эсминец Так А вот Вот смотрите Вот еще одно судно Это у нас кто? Это еще один Как я понял Еще один эсминец Самый полный вперед Сейчас мы к нему развернемся Ложимся на новый курс На новом курсе Так Глушим двигатель Стоп машина Значит Это у нас Британский эсминец Давайте тоже его топим Торпеда пошла Задача выполнена Есть попадание То есть мы выполнили Цель уничтожена И вторую Второстепенную задачу Так? Я не понял Успех Вернуться на базу То есть все Мы выполнили Обе задачи Обе задачи миссии Нам осталось только Завершить задание Но поскольку рядом противник То нам нужно Самим покинуть Покинуть этот район Самый полный вперед Самый полный вперед Самим покинуть этот район Зараза Там Вражеский патруль Еще в придачу Куда мы должны плыть Чтобы быть в безопасности Я не знаю Давайте тогда вот так вот Вдоль восточного побережья Будем двигаться Погнали Так, это взрываются Вражеские корабли Так, здесь можно сейчас Натолкнуться Слышу винты на больших оборотах Так, обойдем более безопасно Этот выступ Отбой красному освещению Второй перезаряжен Корпус разламывается Идем ко дну Всего лишь 8 раз Можно увеличить время К сожалению Обнаружен самолет Опа Погружение Тих-тих-тих-тих Давайте-ка осмотримся Подумаем, что можно сделать Сейчас меня вынесут Я чувствую А тут мелководие, друзья А тут мелководие Глубину давайте Меняю глубину погружения 30 метров попробуем Мне кажется, сейчас меня уничтожат Черт твоей мать Убираем перископ Опустить перископ Опустить перископ Чтобы свести К минимуму вероятность Его уничтожения Так, успели погрузиться Так, больше нам погружаться В принципе, наверное, нельзя Или что? Или попробуем Так, выравниваем Выравниваем корпус Меняю глубину погружения Латка на равном келе Так, мы проскочили Самолет нас не обнаружил Повезло Мы вовремя обнаружили самолет Вовремя ушли на глубину Мне сейчас повезло, честно говоря Тут, кстати, на суше есть береговая батарея То есть, если бы я сплыл На поверхность Попал бы под раздачу Остается только ждать Завершить миссию нельзя Проблизить противник И всплывать нельзя То есть, мне получается Теперь нужно Весь день плыть под водой Потому что самолеты Ночью не летают Летают они только днем Проходим контрольную точку Да, плыть придется долго, друзья Аккумуляторы нуждаются в подзарядке Вот зараза Вот это совсем не вовремя Мне скоро придется сплыть И я могу попасть под раздачу Нехилую Давайте попробуем Сплыть тогда Посмотрим Осмотримся Да, блин Не погружение, а всплыть Я переступил кнопки Слышу винты на больших оборотах Идем на дизельном ходу Лодка на ровном киле Обнаружен надводный корабль Нужно быть готовым к погружению Экстремным Там сейчас просто делать ноги надо Вот и все Мы можем попасть под раздачу самолета Вокруг кипит жизнь Раз время не ускоряется Да, плыть будем долго Сейчас знаете, самое смешное будет Если прилететь неожиданно бомбардировщик Бомбиться по нам И миссия будет закончена У нас потопит Это запросто может произойти И пытаться ввязываться с ними Перестрелки из зенитного орудия Это полная глупость Это неэффективно Торпедоносцы, которые дву-бипланы Как кукурузники Их можно подстрелить Все остальное Слишком Бомбардировщик летают на большой высоте Истребители летают Быстро И так далее В Питере трудно Пока мы не можем завершить операцию Америка Гораз áмерика Единый В Турнии В Турнии В Турнии В Турнии Турнии Справиться Немножко скорректируем курс, потому что вот здесь мы на мель заходим, а мель это совсем нежелательно. Не могу, сколько времени, к сожалению. Друзья, я думаю, что досматривать вам эту миссию уже смысла нету, потому что нам осталось тупо. Опа! Погружение на перископную глубину! Примога! Детели остановлены! Самолёт! Вражеский самолёт сейчас будет по нам долбить. Меняю глубину погружения. Там самолёт объявился. Так, неизвестный торпедный бомбардировщик. Ушли под воду, всё, торпедный бомбардировщик. Маска на ровном киле. Глубинная бомба в воде. Но я не думаю, что он достанет, потому что мы нырнули. В отличие от кораблей, у него нет гидроакустического сенсора. Он не определит наше положение. Он отбомбился, но мы уже были в другом месте. Вот о чём я и говорил, будет очень глупо и нелепо вот так вот закончить миссию. Всплываем. Всплывать? То есть, почти всё сделал, а тут раз прилетел бомбардировщик, отбомбился и играл законченный. Это была полная жесть. Ну, хотя бы время вроде ускоряться стало чуть лучше. Нет, всё равно только восемь раз. Нужно внимательно наблюдать на карту, чтобы если появился вражеский бомбардировщик, сразу нырять на глубину. Впрочем! Где этот вид? После полной или ручки. Поירку. Впрочем. Первой. Теперь следует через лагрузу. да досматривается смысла вам нет так что переходите к следующей 10 миссии вернее 11 уже а всего в компании 20 миссий но я как правильный настоящий лет-плеер естественно дота снимаю до конца чтобы быть как говорится последователь вдруг я не доплыву вдруг меня разбомбит бомбардировщик хотя если я не доплыву то этого видео не будет на ю тубе поэтому раз она на ю тубе значит я благополучно доплыву что можете смотреть покинуть противник поблизости не могу пока покинуть зону боевых действий а Давайте хоть на расход полюбуемся. Разнообразие. Как долго. Ускоряется время. Ускоряется время. Ускоряется время. Ускоряется время. Ускоряется время. Один единственный подписчик и целых 427 видео там уже выложено. Все, все, что есть на ютубе, все есть там. Ускоряется время. Ускоряется время. Ускоряется время. Ускоряется время. Вот так это выглядит. Нормальная скорость. Сами понимаете, в эту игру нормальная скорость практически она не будет. Ускоряется время. Продолжение следует... Противник поблизости. Блин, а вы представляете, как до базы... А нам куда? В уран надо? Значит, вернуться на базу специи. А где эта база специи? А, ух, сварить как далеко. Ну, естественно, мы туда плыть не будем. Противник поблизости. Мы потопили три эсминца у 750. А, у 850 это моя лодка. Маори, Сомали и Энтони. Три эсминца. И этого хватило. До крейсера мы торпеды не добрались. Ну и хрен с ним. Опа, я уже в 32 даже раза иногда могу ускорить время. Это значит, что я все дальше, все дальше от противника. Хочется в это верить, по крайней мере. Ну, что делать в такой ситуации? Ну, что делать? Как долго плыть. И вот и нету даже. Визуальный контакт. Опа, уходим под воду. Превога! Самолет. Прямо к нам движется. Терескоп убран, убран. Сейчас по нам будут работать. Спели нырнуть вроде бы. Дизели остановлены. Спели уйти под воду. Но он сейчас кинет бомбы, но он скорее всего не попадет. Проходим. 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 Изотермический слой. Лодка на ровном киле. Все, самолет сбросил бомбы, мы выжили, всплываем. Срочное погружение. Проходим изотермический слой. Вплывать, всплывать. Изотермический слой – это слой, где не слышно. То есть гидроакустика не работает. Проходим изотермический слой. Этот слой примерно, ну, он варьируется, но в полгода в среднем 60-80 метров. Изотермический слой. Идем на дизельном ходу. Лодка на ровном киле. Какая-то звунка. Какая-то жесть А разработчики на полу Обнаружен самолет Тревога Черт возьми Сейчас по нам опять отбомбятся Лодка на ровном киле Какая у нас глубина? 70 метров Истребитель А, это истребитель Истребитель, он бы нам все равно ничего не сделал Идем на дизельном ходу Лодка на ровном киле Проходит изотеремический слой Хотя хрен знает, сделал бы не сделал Летит самолет, лучше ли уйти под На всякий случай Теоретически он может дать по нам Очередь из пушечки И еще есть какие-то повреждения Хотя я не знаю, стреляют ли они в этой игре Не стреляют, не знаю Сколько же там плыть-то еще Пусть ни в какие ворота Ни в какие Давайте попробуем вот так вот двигаться Потому что мне кажется Тут вот наш город Он нам принадлежит Поближе к этому городу может быть Или просто вот так вот Прям напрямую к нему проложить Так-то мы точно уйдем А мне вот интересно Если я погружусь на глубину Допустим 100 метров Я смогу увеличить время? Может быть противник поблизости от самолета От которых в принципе Меняю глубину погружения Самолеты, которые в принципе Под водой мне не будет Оружен самолет Дизели остановлены Еще один самолет Но мы как раз Уже уходим на глубину Глубинная бомба в воде Глубинная бомба в воде Проходим изотермический слой Так мы его бомбы нам страшны Ой-ой-ой, как страшно скрипит корпус Давайте все-таки до 100 метров Поднимемся Больно уж страшно Корпус скрипит Не дай бог разорвет его давлением Ну вот смотрите, под водой Хоть скорость движения в два раза ниже Но время я могу увеличить В 32 раза всего лишь Ну стабильно в 32 Давайте будем идти под водой Зато ускорив время в 32 раза Таким образом быстрее наступит Допустим ночь Я уж надеюсь до ночи Мы доберемся Все-таки не придется нам Ждать пока наступит ночь Но тем не менее Заряд аккумуляторов у нас на 100% Идем под водой Polygraph Юбил dirty Юбил Я уж перебираюсь Допустим Юбил 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 Так, ну что, о, все, я выжил в операции, мы ушли от противника, спасибо, друзья. Так, нам дали черный крест, железный крест первого класса за заслуги, приятно. Теперь точно всем пока, до свидания.